И всем привет ребят, с вами Стервак и я все записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашим первым апрельским ивентам и голдам. Буквально только что я закончил стрим, сегодня у нас первый день данного замечательного события, ивента и праздника. Ну и хотел бы поделиться своими промежуточными итогами и тем, как я вижу этот ивент, который появился у нас на протяжении, получается, 7 дней. Сегодня у нас первый день, будет он проходить в течение 7 целых дней. Для сравнения, в прошлом году было 6 дней, 3 дня и потом через неделю еще 3 дня. Сейчас будет 7 дней подряд первоапрельских вкусных контентовых голдов. Если вам вообще нравятся подобного рода видеоролики, если вы ждали этот видос, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч тонкоинов. Для этого у нас только игровой аккаунт, если у нас есть личный такт, тактим пэдаль, сформировать покупку в магазине, ну и заполните форму, которая есть в описании. Ну а я, что я могу вам сказать? Кто был на стриме, тот в принципе все видел, кто не был на стриме, кто может просто ловить голды, да, и удивляется тому, почему такой маленький шанс выпадения премиумных голдов, либо просто думает, почему ему так не везет и он не может поймать нормальное количество премки. Я вижу все это дело следующим образом, то что у нас в рамках этого ивента, за счет того, что у нас супер он длинный, да, то есть на протяжении 7 дней подряд, орех жестко занерфил шанс выпадения как раз таки голдов с премкой. Для сравнения, я вам покажу сейчас два своих аккаунта, на которых я ловил голды, да, выполнив попутно все заданки, то есть на мульте я поймал 47 голдов и на основном аккаунте я поймал 55 голдов, то есть в сумме я поймал более 100 голдов и за этих более 100 голдов я заработал, либо поймал 8 дней према. 1 голд, ну, 1 как бы супер голд с 3 днями према, 2 голда с 2 днями према и 1 голд с 1 днем према. Также, ну, понятное дело, что там и кристаллы, и супер большое количество монстр киллов, овердрайвов, да, которые там ничего не дают, да, это все дело я поймал, да. Если, например, сравнить с предыдущими ивентами, которые были на предыдущих годах, да, за такой период времени в среднем удавалось поймать, ну, где-то, ну, недели 2-3, да, при лучших раскладах за такое количество можно было даже месяц поймать, да, то есть я проиграл целых 6 часов, да, и за 6 часов я поймал 8 дней према. Это очень слабый и очень маленький показатель относительно того, сколько премки можно было поймать раньше. Поэтому я вижу, что здесь шанс занерфлен, да, на премку, и занерфлен сильно. Может быть, Ореху стоит пересмотреть это дело, да, и взять и увеличить этот шанс, потому что режим сам по себе, по своей концепции, то есть я вот проиграл 6 часов без перерыва, да, и я скажу, что я вообще абсолютно не почувствовал, не почувствовал того, сколько я в нем просидел, не почувствовал, да, то есть реально интересно, реально четко, но количество премки это, ну, это просто очень мало, это реально очень маленькое количество. То есть здесь надо чуть-чуть поработать с шансами выпадения голдов, да, может быть, либо просто увеличить премку, либо просто уменьшить там дроп тех же там кристаллов, либо других предметов, ну, либо же, если шанс у нас останется таким, то я все это дело вижу только с точки зрения того, что премка теперь является как бы валютой за реальные деньги, да. Соответственно, Орех не хочет ее теперь, как раньше, давать в таком большом количестве, в котором ее можно было заработать в рамках такого ивента, да. Бывало, ребята там фармили и по полгода, кто-то там почти там 9 месяцев фармил, да, то есть фармили довольно большие суммы, ну, и я вообще, в принципе, да, для сравнения, я в прошлом ивенте, да, получается, за 6 дней в сумме я наловил где-то на 3 месяца, где-то на 3 месяца, при том, что, ну, не сказать, что я там прям супер-супер много играл, да, то есть я нафармил 3 месяца, и мне тогда это казалось прям очень хорошей циферкой. Сейчас, учитывая вот такой вот первый день, поймав 8 дней према, я понимаю, что, ну, проиграв ты всю эту неделю, да, ну, ты в сумме поймаешь, ну, хорошо, пару месяцев, хорошо ты пару месяцев поймаешь, да, ну, а если как я, например, там 7 на, ну, то есть, ну, тоже будет где-то около пару месяцев все равно будет, да, за 7 дней, то есть 8, если я как за вот этот период времени за стрим поймал, то есть, ну, вот таких будет там 56 дней у тебя там, 60 дней, да, но в любом случае это уже не те цифры, которые можно было заработать раньше, поэтому шанс здесь явно понерфлен, и может быть, может быть, это только первый день, и Орех все это дело еще пересмотрит, и увеличит шанс выпадения голдов, да, потому что я пока что вижу это все дело так, что премочки все-таки мало, да, учитывая тот факт, сколько ее было раньше, мне, конечно, немножечко грустновато за этот момент, а так, в целом, да, ивент крутой, 50-очек только я тоже как-то что-то особо не видел, одну только 50-ку увидел, и то у меня перед носом ее забрали, а так за весь этот период, что я играл сегодня, этой вкусняшки я больше не увидел. Делитесь своими впечатлениями по поводу ивента, да, может быть, кто-то уже поиграл, напишите, за какой период времени сколько вы поймали премки, либо там каких-то интересных голдов по типу 50 тысяч, 50 тысяч, да, напишите, будет интересно узнать вашу точку зрения, сравнить ее с моей точкой зрения, считаете ли вы так же, что премочку как будто бы занерфили на выпадение, и ее падает значительно меньше, ну, либо же это просто я-крипочек, который не умеет ловить голды с премкой в рамках этого ивента. Посмотрим, сколько мне удастся вообще за весь этот ивент за 7 дней поймать этой премки, но вот сегодняшний промежуточный итог у меня 8 всего лишь дней. Поэтому пишите, что вы думаете, обязательно поддержьте данный видос лайком, если вам понравился, если вы хотите, чтобы данная тема была услышана, и чтобы шанс выпадения премиумных голдов стал значительно больше, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok